В 2021 на территории областного центра случилось множество различных аварий, в том числе и с летальным исходом. Однако системные проблемы по итогам анализа инспекторы выявили лишь в нескольких местах. На территории города сформировалось три аварийно-опасных участка. Это у нас улица Карачевское шоссе 74, это перекресток улицы Металургов и улицы Раздольная, и третий участок перекресток улицы Гагарина и улицы Роза Люксембург. Последний перекресток инспекторами был реорганизован первым. Аварии, которые случались там еще недавно, благополучно ушли в архивы. Теперь наступила очередь заполучного перехода на Карачевском шоссе. Правда, некоторые пешеходы пока теряются, не заметив новшества. Женщина, кнопочку нужно нажать. Кнопочку. Здесь установлен светофорный объект с кнопкой вызова, чтобы пешеходы могли беспрепятственно переходить через проезжую часть автомобильной дороги. Также установлены светофорные объекты. Первая Курская, Ливинская, Северный подъезд к городу Орлу. Ведутся работы по обустройству светофорных объектов. Это Полевская генерала Родина, Московское шоссе 166. Там будет тоже установлен светофорный объект с кнопкой вызова. Ведутся работы на Михалицыно-Артельный, Максима Горького-Андрианова, Лескова-Тургенева. Преобразовать перекресток у площади Жукова сотрудники ГорГАИ мечтали давно. Первым делом дорожники перенесли переход ближе к перекрестку, закрасив старую зебру. Беда с бывшим пешеходным переходом по улице Лескова-4 состояла в том, что он не раз становился местом наездов на пешеходов. Причем в числе пострадавших было немало ребятишек, спешащих в 24-ю школу. Однако местные жители по-прежнему идут здесь через дорогу уже в нарушении правил и с риском для себя. А новый переход и пешеходы, и автомобилисты осваивают с трудом. Удобнее здесь переходить, чем там вот было на Лескова-4? Там, конечно, удобно, приходится так. Но если бы не было той дороги, то оставили бы там переход, а поскольку отсюда дорогу сюда перенесли. Здесь даже машины не уступают. Видели, сколько с коляски? Сейчас не уступают, да? Ну, вот светофор должен быть. То есть еще водители не привыкли? Да. Впрочем, после запуска светофора большинство этих проблем позабудется при условии, что сами пешеходы перестанут по старинке выходить на дорогу по старой зебре, которая все еще проглядывает сквозь стершуюся черную краску. Иван Суверин, телеканал Первый областной.